Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Идея Западной Армении имеет глубокие корни. Президент Арменак Абраймиан. Защитник прав человека Армен Татуян принял депутата Европарламента от Франции, представителя подкомитета по безопасности и обороне комитета по иностранным делам Натали Гуазо. Об этом сообщает аппаратом ботсмена Республики Армения. Сегодня уже полным ходом работает стартовавшая вчера программа для молодых семей Арцаха. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Грикорян принял аккредитованных в Армении глав дипломатических представительств. Американский сенатор призвал дать четкий сигнал Азербайджану, что вторжение на территорию Армении неприемлемо. Военно-космические силы Российской Федерации нанесли удары по позициям Исламского государства в районе Джебель-Ар-Бишли на северо-западе провинции Дейр-Эззор-Сирии. На вершинах Западной Армении существует опасность таяния снегов. На телевидении Западной Армении президент Республики Западной Армении Армен Акабраймиан рассказал о важности своей военной карьеры во время Первой Арцахской войны. О полях сражений, а также о том, что он был подготовлен и готов перед войной. Он рассказал о ситуации после войны и возможных путях выхода из нее. Он представил инициированные им уроги боевых искусств Айчампа, цель которых – тренировать молодежь, и рассказал о возможных коллаборациях, к которым он всегда готов. Арман Татуэн представил факты нарушения прав програничных жителей Армении со стороны вооруженных сил Азербайджана. В частности, он представил доказательства того, что на дорогах между селами Сюникска и Гигархунинской области не должно быть азербайджанских солдат, флагов или знаков. Омбудсмен отметил, что азербайджанские военнослужащие регулярно создают препятствия для сбора урожая, форуют домашний скот, угрожают местным жителям. Эти преступные действия азербайджанских военнослужащих направлены на лишение граждан Республики Армения прав на владение своим имуществом, занятие скотоводством и получение семейного дохода. В ходе встречи защитник прав человека подробно рассказал о необходимости срочного возвращения армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что представление их в качестве террористов и диверсантов грубо нарушает международные требования. Он отметил, что все военнослужащие, находящиеся в плену, должны быть немедленно возвращены на родину, без каких-либо политических или иных предварительных условий. Защитник также предоставил военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана во время войны в Арцахе в сентябре-ноябре 2020 года. Доказательством тому является открытие так называемого парка военных трофеев в Баку. Сегодня уже полным ходом работает стартовавшая вчера программа для молодых семей Арцаха, согласно которому отныне участниками программы предоставления государственной безвозмездной финансовой поддержки с целью строительства жилых домов, постоянно продерживающихся сельских и городских населенных пунктов Республики Арцах, участниками могут также стать жители города Степанакерт. Порядок участия в программе предусматривает предоставление государствам безвозмездной финансовой поддержки в размере до 5 миллионов драм Республики Армения для строительства жилого дома. Заявление необходимо подать лично в Министерство инфраструктуры Республики Арцах. По всем вопросам звоните 047-97-9115. 20 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Грикорян принял глав дипломатических представительств, аккредитованных в Армении. Главной темой встречи была ситуация, сложившаяся в результате посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении. В частности, вторжение вооруженных сил Азербайджана в Сюникскую и Гигархунинскую области, а также создание нового очага напряженности в направлении населенного пункта Ерасх Араратского области Республики Армения в течение последней недели. Армен Грикорян подчеркнул, что Армения ожидает четкой реакции международных партнеров на подобные нарушения международного права со стороны Азербайджана. Председатель комитета США по международным отношениям Роберт Менендес выразил озабоченность по поводу решения администрации президента Джо Байдена отклонить раздел 907 закона о поддержке свободы, запрещающий выделять военную помощь Азербайджану. В настоящее время Азербайджан вторгся на физическую территорию Армении в результате пограничного спора. «Я думаю, что они будут продолжать свое агрессивное поведение до тех пор, пока не получат четкий сигнал о том, что это неприемлемо», – заявил Менендес. В свою очередь, кандидат на пост заместителя госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфейд ответила, что в случае утверждения ее кандидатуры, она будет тесно сотрудничать с сенатором Менендесом и комитетом Сената по международным отношениям по этому вопросу. Сегодня в районе 7 часов утра по московскому времени военно-космические силы Российской Федерации нанесли удары по позициям исламского государства в районе Джебель-Аль-Бишли на северо-западе провинции Дейр-Эззор, Сирии. Со стороны операционного штаба военного комитета РФ сообщается о нескольких уничтоженных ячейках ИГИЛ. Количество жертв уточняется, по предварительным данным были ликвидированы около двух десятков террористов и около десятка единиц техники. Глобальное потепление и изменение климата, которые затрагивают весь мир, имеют свои риски. Один из таких рисков – таяние ледников. Чтобы наблюдать влияние глобального потепления на общее потепление в Западной Армении, в горах Джиллов-Хакари было проведено исследование, которое выявило таяние ледников с северной части. Ледник Супа Директ, который в ледниковый период составлял 10 километров, в 1948 году превратился в 4-х километровый, а сейчас его диаметр меньше 900 метров. Ледники нашей страны, кроме ледника горы Арарат, имеют вид ущелий или скал. Чтобы отразить солнечные лучи, ученые предложат использовать нано-текстиль, который можно будет нанести на активные ледники восточного побережья Черного моря, гор Центрального Тавра и горы Гилло. Далее для вас музыкальная группа «Hover» «Ярджан Ари». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok